Видео можете просто посмотреть. Айгуль Есенбаева с мужем и двумя детьми летом планирует отдых на озере Алаколь. Говорит в интернете, прочитала о том, что авиабилеты на внутренние рейсы детям с двух лет будет оплачивать государство. Сэкономленные средства женщина хочет потратить на развлечения для ребятишек и сувениры для родственников. Мы посоветовались с разными турфирмами и нам сказали, что мы можем сэкономить 20% суммы от общей стоимости. Система Kids Go Free распространяется на детей от 2 до 17 лет. Оплачивать авиаперелет, если тур родители приобрели у лицензированной компании, обещало государство. Изначально билеты покупает туркомпания. После предоставления посадочных талонов и чеков на проживание в течение 45 дней средства обещали возместить. Но туроператоры жалуются. Компенсацию за то, что они отправили несовершеннолетних отдыхать буквально за свой счет, так и не получили. Поэтому некоторые системы решили не пользоваться. Другие предложили родителям самим оплачивать авиабилеты за детей. Будет, если возврат через как минимум 45 дней, как обещано в программе, то, соответственно, мы возвратим им на эти деньги. Родители, видите, они получаются, что сами покупают. То есть программа, они это не чувствуют. На программу Kids Go Free предусмотрено 350 миллионов тенге. В Казахтуризме организации и подведомственные комитеты туризма говорят, заявки на компенсацию подали 22 туроператора, но они, мол, неправильно их заполнили. На данный момент возникают определенные трудности с приемом заявок в части неполноты или несоответствия документов согласно утвержденным правилам. К примеру, вместо электронных билетов туроператоры часто прикладывают в заявки маршрутные квитанции, которые являются составной частью электронного билета и лишь подтверждают факты оплаты. Туроператоры говорят, программа неудобна. Например, если билеты на детей родители приобрели в апреле, а летят в июле, то ждать компенсации придется долго. Но главное, чтобы средства все же выплатили.